Всем привет! Сегодня хочу поделиться об этом разборке баги мотора. Естественно, неиспразднув любопытства я это сделал. Наверное, больше года назад у меня проблемы с конкретно этим мотором появились. Сначала просто были какие-то стуки внутри, потом вращая вал рукой можно было даже как-то почувствовать, что он там стопорится. Ну и я решил, что какой-то зуб, может быть, внутренней шестеренке отломался и там болтается и периодически заклинивается. Тогда сразу мне не получилось разобрать мотор и я отложил это дело в долгий ящик. А недавно я решил поиграться с электрикой и даже как-то стали появляться положения, что внутренний моторчик крутится, а валы не вращаются. И я решил, что в общем терять уже нечего. Надо разобрать, посмотреть в чем проблема. Вообще интересно, как он устроен. Непродолжительный поиск в интернете не дал мне каких-то ответов на то, как его правильно разбирать, где находятся защелки у этой крышки. Ну, поэтому я вооружился двумя отвертками и начал ломать, как получится. Вообще, надеюсь, что это никому не будет полезно и вам не придется разбирать мотор. Дело это такое, возможно, необратимое. Ну, сейчас подробно покажу и расскажу. Итак, корпус баги мотора состоит из двух вот этих деталей. Значит, основная большая, в которой вставлен мотор и в которой все шестеренки. И вот эта вот крышка, которая просто сюда, ну, защелкивается, вот она может быть и просто. Но чтобы ее вынуть, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь защелок. Нет, восемь защелок. И здесь еще такие есть направляющие хитрые. Я в фотографии сейчас вставлю. Очень туго выходит, даже отщелкнув полностью одну сторону, я с огромным трудом отъединил эту крышку. И даже зная положение этих защелок, мне кажется, трудно какой-то такой инструмент подобрать, чтобы аккуратно это вскрыть. Я сейчас вижу эти все, да, как устроено. Я не знаю, как второй раз сделать то же самое аккуратно. Забавно, уже после просмотра фотографий я понял, что там окошки были для защелок. И, наверное, можно их все-таки снаружи утопить, как бы, да. Единственное, что все осень надо, наверное, как-то еще изловчиться. Но, наверное, можно. Хорошая мысля приходит, как обычно, когда уже слишком поздно. А вот и внутренности мотора. Здесь идет редуктор, несколько ступеней и две выходных шестеренки. Ну все, посмотрим, как это работает. Я прижму, чтобы не улетели. Ну вот, вы слышали характерный стук. И происходит он из-за того, что у меня часть шестеренки первой в редукторе просто стерлась. Там практически нет зубьев. Вот крупные фотографии вы видите. И, соответственно, вот я сейчас показал положение. В этом положении я даже не буду прижимать их. Не будет ничего вращаться. Вот просто впустую, может быть, даже немного шлифует ведущий вал эту первую шестеренку. Вот я сейчас немножко поверну, и они войдут в зацепление. Вот, вошли. Мне давно хотелось узнать точное соотношение между скоростью вращения валов внутреннего и внешнего. Я посчитал зубья и был удивлен. Отношение 17 к 23. Это два простых числа. Но по поводу моей дефективной шестеренки... Не знаю, что с ней делать. Искать такую же, сомневаюсь, что я где-то найду. Есть вариант, может быть, попробовать на бриклинке какой-то упитый мотор найти, купить по дешевке. Но, насколько я знаю, я когда микромотор искал, не слишком дешево не работающие продают. То есть, видимо, так, ну, чуть-чуть скидывают. Но думают люди, что потом починится это, и будет готовый мотор. Поэтому, в общем, у меня сомнение, что я смогу найти дешево, раскурочить, значит, взять ту шестеренку. Ну, посмотрю. Может быть, как-то задачу поищу. Пока не знаю. Повторюсь еще раз. Надеюсь, вам оба этой моей разборки не пригодятся, и с вашими баги моторами все будет в порядке. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok